доброе утро все лет завтракать собралась у меня помните сливки покупала для чизкейка так вот они что-то как-то не выливаются подозрительность у меня такая что там уже целая сметана сейчас посмотрю что там внутри ой не падать что там у нас внутри прям очень интересно уже приготовила хлеб чтобы если что намазать ну да там уже смотрите сметана и уже можно ложкой накладывать прикольно не выбрасывать же говорят здесь сливки плохие в россии сливки ложка стоит а здесь не стоит тоже она и стоит все смотря какие сливки покупать если какой-нибудь фигню может быть ничего не стоит этого расти папа какая вкусняшка сверху сахара ну нет это уже будет перебор и так нормально всем приятного аппетита утреннего так по плану у нас рыбу разгружают бар в общем еду в лидл сначала еду заправиться потому что здесь дешевле бензин пускай несколько сантимов но все равно как говорится копейкой рубль бережет тем более я сейчас полный бак налью потому что у нас бензин начал стремительно дорожать мы все кризис типа вот этот вот закончился бензинный а вот и бензин дорожает приходит в норму скажем так у нас с роду бензин меньше евро не стоило сейчас стоит 97 центов но уже в некоторых местах и евро и поеду в лидл за молоком не молоко в лидле нравится молоко я пью с кофе только вот утром и все ну иногда знаете кашу варю я не люблю водяные каши я люблю молочные что ты там блин пропал что ли жарко вообще-то не включил вообще в кондер я знаете еще как я езжу с чарли почему здесь еду в лидл потому что здесь лидл парковки закрытые таких теньки я хорошо охлаждаю машину и потом когда ухожу в магазин открываю окна автобус сзади едет полуокрытые у меня окна вот поэтому ну я максимум нахожусь 10 минут в магазине поэтому все нормально в меркадоне там тоже парковка подземная там тоже прохладненько поэтому в чарли поэтому вот в своем городе я не оставлю машину там нет ни тенька ничего и в общем чарли может там поджариться мне не надо жареный чарли мне не нужно ну вообще везде туман какие-то сегодня француз приходил мой постоянный клиент вот он бургас живет во франция вообще я вчера читала что франция опять думает о том чтобы закрыть границы здесь узко с испании что типа это у нас тут много зараженных хотя я смотрю везде зараженных также как и у всех но вот он говорит что здесь правила более жестокие чем во франции у нас говорит маски никто не носит и даже и сам кто-то не знаю кто их типу выбросил я говорю ну вот у нас все в масках ходят так что вот каждая страна свои правила свои правила включает ладно поехала я в лидл заправиться и уже наверное это дорогу наизусть знаете туда вот налево идет дорогах на пляж она права выход из это этого города такие небольшие покупочки молоко прям сразу взяла 6 штук чтоб там было крылышки на днях сделала не знаю либо в духовке либо как кфс посмотрим колбаска вот такая вот это как наша докторская даже скорее нам на молочную похоже очень вкусная ну на окрошку вдруг окрошка смотрите какие корнишончики купила до нас вкусом анчоусов но анчоусы я не заметила я обожаю огурцы я не люблю помидоры вот огурцы смотрите такие малюсенькие с моготок придали а вот эти самые вкусные огурцы во всей испании оливковое масло майонезико немножко гаспачо удобно вот в таких вот потому что целую не выпиваешь а вот это вот раз и все сейчас я буду лопать креветочки взяла вот с таким вот этот майонез с чесноком вот и у меня еще холодной холодец этот окрошка есть окрошка 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 немного окрошки немного вот этого с пивасиком ноль-ноль вторая баночка остужается уже молодую картошку даже испанская обычно у нас картошка почти вся с франции не знаю почему это вот испанская ну нет комаров естественно как же без них так что вот так вот такие вот у меня дела вкусненькие вкусненькие такие огурчики ладно разбавляю окрошечку кушаю и отдыхаю у нас сегодня пасмурно как бы дождь грязевой не пошел видите какая пасмурно ну зато не так жарко 40 градусов это правда трусах и в лифтиках хожу но я же у себя дома правильно я же не у кого-то дома пойду батарейку заряжу чучи он сегодня утром так пел так пел соловей мой саловушка смотрите вот бар сейчас идем гулять потом обратно пойдем покажу вам сколько народу здесь будет все запито вообще все несмотря на то что четверг еще что-то такой вот у нас пятачок барный скажем пока никого нету буквально через полтора видите уже все здесь зарезервировано через полтора-два часа будет все забит люди отдыхают пока гулять идем пройти немного по городу надо а потом в поля поля там во-первых черты больше нравится и ходить потому что не асфальт от асфальта ему все-таки жарко вот и поэтому по полям он лучше идет чем вот там по горам потому что по горам там все-таки такая вот много асфальта поэтому все время на пляж тоже не резон идти там столько народу и в маске в этой дурацкой ну куда деваться перетерпи будем надеяться что следующий год будет намного лучше и тогда мы оторвемся по полной видите по каким оксаночка подсад в общем иду тут столько комаров что-то вчера вообще не был комаров а тут стаями летают и они еще знаете как они сговаривали сговорились наверное потому что пока я одного убивала сыр у меня за ногу жрал и я в общем хотела прихлопнуть одного не прихлопнула а второй меня сожрал может быть они потом делятся тем что они с меня высосали в общем жесть какой-то знаете не такие вот у нас тут комары тигры какие-то все бывают нет это никакие не тигры это вот какие-то маленькие такие их нихрена даже не видно только чувствую что типа кают чем жесть мошки какие-то может быть это из-за того что еще ветра ни капельки нету я еще тут переписывают еду короче еле-еле душа в теле вот как-то так прям даже не знаю первый раз у меня такой что меня так жирали черемой а почему и не обрезали обычно черемой обрезают на лето чтобы она потом росло и давала плоды когда надо здесь что-то не обрезали странно ну ладно вот такие вот дела так вот мы идем по такой вот проселочные дороги зато никакого асфальта и свободно гуляет это все нюхает принюхивается это вот у нас вот тут рамбла вот когда дождь идет по вот этому вот рамбле спускается горная вода смотрите уточки там кстати здесь очень много уток и вот они даже здесь размножаются но сейчас не сезон вот весной было много раз даже с утятками это кстати не канализация это вот речки которые потому что здесь же дожди какие как они стеной идут по пять минут но стеной если вот таких вот это все натуральное просто человек потом сделал так вот ограждение если всего этого не будет то город просто смоет смоет а там уже у нас идут всякие зоны таки автомобильные где машину мою все дела не пахнет не тиной ничем я говорю это не канализация как может показаться вот еще три уточки там было две они походу молодые совсем тут уточки живут ты где-то пошли что-то мы сегодня вообще идем идем долго мне еще там надо кое-что дела делать какие сейчас вам все покажу что буду делать а вот площадь уже наполнилась все сидят выпивают видите прошло где-то полтора часа так вот все все четверг сегодня по моему вкусно так пахнет что пиццерия есть там вот еще один барчик тут хороший осминок дают на тапы тут вот тоже другое но у них основная терраса с другой стороны такая площадь барная а мы мимо мы понюхали не пошли домой воду пить в общем друзья я картошку то я кстати уже в душ сходила все молодую не зря купила не просто так а знаете для чего отварю ее завтра в мундире такую вкусную а сейчас есть знаете что сделаю угадайте лучок укропчик в общем у меня в морозилке всегда валяется селедка сейчас я ее разделаю замариную с укропчиком с лучком с уксусом чарли ну ладра и будет у меня на завтра супер-пупер вкусный обед с пивком у меня ж пиво есть безалкогольное смотрите какая прельс прельс но сначала нарежу вот в такой вот чашку из подмороженого что потом взять я даже газетку принесла снизу рекламу желтенькую заодно почитаю что там и как в общем будем резать будем бить и селедочку рубить и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пока-пока!